Всем привет, меня зовут Маша, я очень рада видеть вас на своем канале. И сегодня будет парфюмерное видео, где я расскажу о 10 своих любимых зимних ароматах. Вообще у нас уже практически конец декабря, я только снимаю это видео. Обычно такое делают в начале сезона, но у меня вот только руки дошли. Я, к сожалению, приболела недавно, и вот до сих пор у меня еще голос немного сиплый и гундосю, но я уже решила не откладывать это видео, пока оно вообще не потеряло свою актуальность. Итак, ароматов будет 10, но это, конечно же, не все, что я люблю на седьмой, на самом деле их гораздо больше. Иногда я выбираю ароматы вообще не по сезону, а по настроению. И просто решила показать то, чего не было в предыдущей моей зимней подборке. Где-нибудь здесь ссылочку оставлю на свое прошлогоднее видео, можете посмотреть, если вам интересно. Но давайте не будем терять времени и начнем. Я здесь покажу также свои новинки, которые у меня недавно появились. То есть я вообще о них никогда еще не рассказывала на своем канале, ни в каких подборках. И, собственно, с одной из них я как раз-таки начну. И это вот такой вот аромат в замечательном, такой прекрасном флаконе. Хотя многие не любят эти флакончики знаменитые. Я думаю, они не нуждаются в особом представлении. Это Каролина Эрера Good Girl. Но это не классическая версия. Это фланкер, который называется Ledger. Ledger, не знаю, как правильно на самом деле. Но она отличается в классической версии своим флакончиком, своим внешним видом. Здесь вот носик такой вот прозрачный. В классической версии она просто черная. Но на самом деле кажется черной. На самом деле это темно-темно-синий цвет. Такой вот глубокий насыщенный синий. И здесь, да, прозрачный носик. И мне это даже больше импонирует. Потому что мне напоминает такую хрустальную туфельку Золушки. Вот такие у меня ассоциации возникают. И это у меня максимальный объем 80 мл. И тут я хочу сказать, что у меня была классическая версия Good Girl в 30 мл. Там, кстати говоря, флакончик, где вот этот пульверизатор, он закрыт вот в этом вот каблучке. То есть, чтобы нанести аромат, нужно вот этот каблучок снять. Там такой каблучок-колпачок. Здесь, начиная от объема 50 мл, сам пульверизатор, он встроен во флакон. Это, конечно, гораздо удобнее и облегчает использование. И, в общем-то, у меня тогда она была. Она мне очень нравилась. Но я тогда использовала 30 мл и больше не захотела покупать. Потому что для меня этот аромат был ну слишком. Его было очень много. Он такой был насыщенный, такой в какой-то роде тяжелый. Но его сложно, на самом деле, было носить. Даже мне. Он, конечно, там был просто суперстойкий. И потом я нашла альтернативу ему, более облегченную. И, в общем-то, остановилась. Больше его не покупала. Затем у меня появилась версия Supreme. Я даже открывала, делала распаковку на камеру. Тоже где-нибудь здесь оставлю ссылочку. Это было буквально летом. Тоже прекрасный аромат. Там флакон выглядит полностью черным. С блестками. Там такой градиент из блесток. Мне он очень понравился. И он такой позитивный, такой радостный. Но я с ним как-то не очень подружилась. То есть в процессе носки я поняла, что у меня есть подобные ароматы. И как-то, вот знаете, не лежала у меня к нему душа. Не тянулась рука. И поэтому я его продала. Прям даже какой-то стих получился. Вот. И, собственно, вот эту версию я очень хотела попробовать. Но нигде не было тестеров. А покупать кота в мешке мне как-то не очень хотелось. А почему меня привлекало именно вот этот фланкер? Потому что там в пирамиде заявлена нота вареного сгущенного молока. А я вообще большая любительница вообще всего сладкого в еде. И в парфюмерии. И в особенности я очень люблю сгущенку. И, в общем, вот эта вот нота мне не давала покоя. Но нигде не было тестеров. Вот там, где я бывала, да, в сетевых магазинах. И недавно, будучи в Ревгоше, на полке одиноко стоял этот тестер. Я, конечно же, сразу его нанесла. И поняла, что да, это мое. Я хочу полный флакон. И, собственно, вот мы здесь. Такое долгое предисловие получилось. Извиняюсь. Но я люблю поговорить, вы знаете. И, в общем-то, собственно, о чем ароматы? Уже давайте к сути перейдем. Я бы сказала, что ДНК, вот этот вот стержень, база, у него похожа на классическую Good Girl. Это тоже очень сладкий, насыщенный, томный, в каком-то роде вечерний аромат. Кстати, мне кажется, он не сегодня подходит под мой образ. Такой уже даже новогодний, я бы сказала. И, кстати говоря, вполне вообще все вот эти, наверное, ароматы могут в том числе быть и новогодними. Они такие поднимают настроение. Они все такие сладкие, очень насыщенные. И, в общем-то, здесь также присутствует и та же кофейность, и конфетность, и ноты конфет пролине. Начинается здесь вообще в начальных нотах заявлены цитрусы, там, бергамот, танжерин, по-моему, или там апельсин, что-то такое. Это вот буквально, там, я не знаю, первые секунд 10, наверное, чувствуется. И потом выступает вот эта вот белоцветочность, которая свойственна и классической туфельке. Там вот эта тубероза, жасмин в особенности, все это очень насыщенно, очень громко, ярко, буквально-таки заполняет собой все. И затем проступает та самая сладость, вот эта вот конфетность. И вот здесь вот та самая нота вареной сгущенки, я не могу сказать, что она прям ярко чувствуется, но она придает некую сливочность, округлость, лактонность, молочность, чего нет в обычный Good Girl. И вот мне кажется, что вот эта версия более мягкая, более спокойная, более такая вот, я бы не сказала, что она легкая, вот к этому аромату никак не подходит слово легкий. Но вот она как будто более летящая, что ли, мне в ней комфортнее, она более носибельна, чем та версия. Вот в той устаешь прям, вот реально ее как-то сложновато носить, и она мне вот уже в каком-то роде надоела уже. А вот эта, мне с ней хорошо, она сладкая, но все как-то в ней в меру. И при этом хорошая стойкость, то есть стойкость, она не уступает и классической версии, просто более такая вот носибельная. Поэтому я очень рада, что у меня появилась эта туфелька, и, ну тут, конечно, к флакону у всех свое отношение, мне лично нравится. Симпатично выглядит и пользуется вполне удобно. Кстати говоря, да, я даже не нанесла на себя, но я прекрасно этот аромат помню и знаю. Я его даже на себя нанесу, пусть это будет сегодняшний мой аромат дня, тем более он мне так подходит под мой образ. Следующий аромат, о котором я хочу рассказать, и это также, ну, моя новинка относительно недавняя. Это вот такой вот флакончик, тоже увесистый, Dolce & Gabbana The Only One, и это версия 2, тоже фланкер. Есть у меня The Only One в 30-очке, такой вот, и есть у меня версия Intense, как я уже сказала, в полностью черном флакончике. И тут я считаю, что вот я в какой-то подборке, по-моему, в самых стойких ароматах уже говорила, что для меня это вообще полностью самостоятельная версия. Я не знаю, почему ее вот в эту линейку внесли, по-моему, это вообще такой аромат отдельный, я бы его вынесла, не знаю, почему вот он именно вот в этой линейке. А вот эти две версии, мне кажется, схожи, и это достойный фланкер именно своего флагмана, скажем так. Я вообще заказала этот аромат, ну, я долго на него посматривала, у меня был отливант, но, как-то, знаете, не настолько он мне нравился, что покупать полноразмерный флакон. Но тут мне выдалась возможность за участие в игре Восьмое чувство в супер игре. Нам рандеву начислил, ну, участникам начислил бонусы, и, собственно, я добавила еще некоторую сумму и приобрела именно вот этот аромат. Я подумала, ну, раз половину, даже больше там половины получилось оплачивает рандеву, в общем-то, я добавлю и куплю все-таки этот флакон. Раз он все равно, вот мысли, я мыслями к нему возвращаюсь, и на него была вообще какая-то супер-мега выгодная цена, плюс вот эти вот бонусы, плюс я применила промокод свой личный, который, кстати говоря, вы тоже можете воспользоваться. Он 10% дает скидку на все, причем на косметику и на парфюмерию, и суммируется со всеми акциями. Очень выгодно получается, тоже оставлю где-нибудь здесь этот промокод, и я подумала, все, это мой шанс, скажем так. И, в общем, ну, флакончик похожий на флагман, это у меня, кстати, в виде тестера, поэтому есть такая вот белая наклейка, только в красном исполнении. И, собственно, содержимое тоже навевает мысли о красном цвете, вот почему. Потому что это аромат, который вот опять-таки вот в той же ДНК, вот в базе есть вот эта вот схожесть с классической версией. Это тоже довольно-таки сладкий аромат, но если, например, мы говорили о Good Girl, и это прям такая гурманика, то есть там прям вот даже, знаете, это там цветочность вот с этой гурманикой, они вот прям вот гармонируют так. То есть здесь, вот несмотря на всю сладость, вот кофейность там также заявлена, и там есть и фиалка, тоже вроде бы и цветочные ноты, и какие-то кондитерские своего рода. Но здесь это все парфюмерно обыграно, то есть я бы не сказала, что это что-то съедобное, это именно такая вот, знаете, чисто люксовая история. Вот угадывается вот этот почерк Дольче Габбана, именно вот такой красивый такой люксовый аромат. Но здесь еще, в отличие от флагмана, добавляются красные ягоды, здесь добавляется ежевика. И опять-таки это все звучит несъедобно. Вот и на старте чувствуются вот эти красные ягоды, но именно вот парфюмерные, опять-таки. Немного пудровости здесь есть, есть сладость, здесь и ваниль, и бобы тонка чувствуются. И здесь для меня много помадности, вот помадности и пудры. Ну, возможно, фиалка здесь дает такую пудру, но, например, во флагмане я не чувствую ее. Здесь вот пудровости практически нет. Он больше, более сладкий, более кофейный. Но что мне не нравится во флагмане, и, собственно, поэтому я взяла в свое время именно 30-ку, он на мне не очень стойкий. Кстати, многие на это жалуются. У него хороший шлейф, вот первые часа два нанесения прям вообще, он такой летящий, такой красивый. Такой вот именно вот, ну, хороший такой люксовый парфюмерия. Вот для меня вот он так звучит. Ну и все. И потом он просто вот как будто исчезает. Даже, ну, близко к коже, ну, если прям внюхаться, там, не знаю, в запястье или куда-то нанесли. Ну вот, я за это его не люблю. А вот версия Intense, вот это очень стойкая версия. Вот она не зря называется именно вот так вот, интенсивная. Но это вообще, я говорю, отдельная история. Совершенно по-другому пахнет. И вот этот вот, в нем больше стойкости, как ни странно, на мне. Но вот иногда мне мешает, и я поняла, вот когда уже заказала полноразмерный флакон, почему я его не заказывала вот за собственные деньги, почему я все-таки, что меня останавливало от покупки. Это именно вот чрезмерная в каком-то роде пудровость и помадность. Я не могу сказать, что это придает, например, ему какую-то ретро ноту. Часто вот фиалка вот может давать такой вайп ретро. Здесь нет, но вот оно все немножечко как будто синтетически, пудрово, помадно, сладко, красноягодно. Вот так вот. И я, например, там заемно ежевика, я бы больше вот чувствую там малину почему-то. Именно малину, но такой немножечко синтетически химозный. Это его не портит, нет. Это именно так вот парфюмерно интегрированная такая вот малина. Поэтому, в общем и целом, хороший аромат. Я рада, что я его в итоге купила, но не могу сказать, что он станет моим любимчиком. И раз уж я говорю о новинках в своем парфюмерном шкафчике и о фланкерах по совместительству, то, собственно, с этой темой и продолжу. У меня появился еще вот такой вот красавчик от Zadik & Voltaire, который называется This is Love. Я уже не раз говорила в своих различных подборках, что одним из моих самых любимых ароматов в моей коллекции это Zadik & Voltaire This is Your. У меня есть и 50 мл, и 30 мл, и 100 мл еще в запасе. Но вот это, это какая-то версия была типа лимитированной коллекции. Именно вот в таком флакончике, хотя вроде бы там как бы добавлен нота манго, но я на самом деле по звучанию практически не слышу никаких отличий. Разница, по-моему, только в оформлении флакона. Он назывался как-то Art for All или что-то такое. Но, в общем, по мне так разницы практически нет. В общем, люблю этот аромат. Именно с него началось мое такое увлечение парфюмерией. Ну, как бы я всегда ее любила, но именно такое, скажем, повальное увлечение. И, собственно, у меня больше никаких фланкеров и не было. Как-то меня все они не цепляли. Но вот этот мне пришелся по душе. Я решила купить вот в маленьком объеме, 30 мл. Мне хватит. И мне, во-первых, нравится оформление флакона. Такой градиент от розового к желтому. Ну, он не горизонтальный, а вертикальный. Розовая такая блестящая крышечка. Вот его, кстати, нанесу, потому что я, конечно, очень опрометчиво нанесла на себя туфельку еще и первым ароматом. В итоге она у меня просто все заполнила. Запястье у меня теперь пахнет этим ароматом. Поэтому, в общем, как-то я это необдуманно сделала. В общем, о чем этот аромат? Для меня здесь чувствуется вот это вот, опять-таки, стержень, база, флагмана. Здесь вот та самая ваниль. Но если в классической версии This Is Here, там именно вот эта ваниль, она сливочная, она лактонная. Там вот эта нота жареных каштанов. Вообще, там, ну, по мне он очень такой пудровый, нежный, такой аромат облачка. Вот как растаявший пломбир какой-то. Вообще, я его просто обожаю. То здесь вот этот аромат, он как бы острее. Он более такой согревающий. Острее он за счет ноты имбиря, которая здесь добавлена. И она здесь вот явно чувствуется. И для меня вот этот аромат вот прям вот зимний. Если, например, вот версию, да, флагманскую я летом часто носила. И она, причем эта версия по-разному звучит и летом, и зимой. Летом она тоже прекрасная, несмотря на то, что это довольно сладкий аромат. То вот это для меня прям вот он зимой ассоциируется. Именно вот имбирь, фиалка. И здесь много таких древесных нот. Вот именно чувствуется вот этот сандал, который также есть в пирамиде. И для меня это даже аромат унисекс. Конечно, в большинстве своем он женский. И он, собственно, и заявлен. Потому что есть такая мужская версия, по-моему, там аромат градиента от желтого к синему. И тоже его, кстати говоря, очень хвалят, но я не пробовала. Но для меня даже вот этот вот, он вполне унисекса звучит, возможно, из-за этой ноты имбиря. И мне кажется, вот на горячей коже он прям вообще будет такой тепло-острый. Вот именно за счет вот этой пряности имбиря. Вот часто добавляют даже, да, вот этот имбирь именно там в какие-то скрывающие зимние напитки. И вот это вот именно та история. Классный аромат, вообще он очень долго держится, очень стойкий, прекрасный. Вообще вот рекомендую. Единственное, что, насколько я знаю, в сетевых магазинах сейчас сложно найти. Но в онлайн-магазинах вполне себе можно купить. И, в общем-то, тоже очень рада, что он у меня появился. Ну, теперь перейду уже к ароматам, которые у меня были. А, нет, здесь еще будет несколько новинок. Ну, да ладно, давайте их прервем. И покажу вот такой вот, у меня просто близко здесь стоит. Это аромат от Latafa, который называется Hamra. И, собственно, такой вот здесь флакончик большой. И он в виде бокала, стакана для виски, для какого-то такого крепкого алкоголя. И это оправдано тем, что он выполнен как закос, я бы сказала, под знаменитый аромат от Killian Angel's Share. И я рассказывала о нем в подборке об арабских ароматах. Тоже где-нибудь здесь ссылочку оставлю, если не забуду. И, собственно, я там уже говорила, что ангельскую долю от Killian я не слушала. Поэтому рассматриваю этот аромат как самостоятельный. Сравнивать их не берусь. И единственное, что у меня, несмотря на всю красоту флакона, такой тяжелый, причем здесь толстое такое дно, граненое, все красиво. Но часто в арабских ароматах бывают вот какие-то недоделки с этими. В общем, у меня плотно не закрывается крышка. Я уже рассказывала эту историю вот в том видео. Мне там делали кучу, дали кучу советов, как делать. И я, в общем, опять закрыла ее плотно. И опять у меня отвалилась вот эта вот заглушка. И он у меня выглядит ужасно. У меня вся эта завальцовка прямо видна вообще. Ну вот, мне не нравится. Он плотно не закрывается. Вот это все так слетает. И мне кажется, у меня просто бракованный флакон. Уже как я только его не закрывала. И с откручиванием, с перевертышем. Ой, как это вот, да, с поворачиванием его открывала. Ничего мне не помогает. Мне кажется, у меня просто бракованный флакон. Я его тоже не буду носить, потому что он просто безумно пахнет из самого флакончика. Мне он очень нравится. Я с удовольствием его ношу и зимой, и вот поздней осенью я его носила. Это просто для меня невероятный теплый, пряный, специевый, согревающий аромат, в котором чувствуется яблочный штрудель. То есть здесь и такая гурманика, и здесь чувствуется какая-то алкогольность. Хотя конкретно вот в этом алкоголь не заявлен. Вот именно в линейке Киллиан, вот эта вот алкогольная линейка, там вот именно есть алкоголь, я не помню, какой там заявлен, виски или... Не помню, честно, не буду врать. Вот здесь все равно чувствуется вот эта вот алкогольность. Но знаете, именно такая, как это вот, типа настойки какой-то яблочные, и корица здесь чувствуется. И да, вот корица, мускатный орех, финики, пралине, вот это я вот смотрю, пирамиду, амбра. В общем, здесь вот все это есть. Это настолько вот такой согревающий, теплый, насыщенный, очень стойкий аромат. И причем, когда проходит время, вот остается в шлейфе, он прям держится. Вот я помню, я его нанесла. Мы ушли там на улицу, и где-то там через время пришли, и вот пахло, причем, вот знаете, каким-то вот реальным яблочным пирогом с корицей. Вот именно что-то такое. Но при этом вот как будто он пропитан еще каким-то алкоголем. Но вот не, ну он крепкий, то есть это какая-то крепкая настойка. Но не то, что это вот какой-то виски, а вот именно какая-то сладкая, может быть, но крепкая настойка, вот что-то такое. Классный на самом деле аромат. Я вот, не знаю, интересно, конечно, сравнить его с Киллиан, но я его даже, говорю, не рассматриваю ни как дюк, ни как аналог, а просто как самостоятельный. Очень классный аромат. Я его в свое время покупала там в районе трех тысяч, и даже больше бы за него дала, потому что, ну, он реально, ну, вообще просто супер классный. Продолжим с моими новинками. У меня появился вот такой вот аромат Куба Клаб от фирмы, от марки Адопт. Она продается в Ривгоше. И на Сбер Мегамаркете есть. И, кстати говоря, вот как раз-таки вот этот аромат я покупала непосредственно в Ривгоше, а остальные два вот у меня еще есть. Я покупала на Сбер Мегамаркете. Там, ну, выгоднее покупать, если у вас есть вот эти бонусы Сбер Спасиба, или там какие-то промокоды можно применить. Вот. Но я уже потом, впоследствии, об этом узнала. А вот этот конкретно купила в Ривгоше. И так, это у меня уже использованный блотер. И здесь получается 50 миллилитров. Такой вот стеклянный флакончик обошелся. Он мне, по-моему, в 800 рублей, да, то или 799 он стоил. А так его обычная цена где-то в районе полутора тысяч. Но даже за эту стоимость он очень хорошо звучит. Здесь крышечка смотрится металлической, на самом деле. Это пластик такой, причем довольно тоненький тоже. Ну, никакой здесь вот эта завальцовка прям видна. Никакой заглушки нет. Здесь, кстати, все было вот такой наклеечкой закрыто, чтобы никто не вскрыл, не залез туда шаловливыми ручками своими, с шаловливым носом. Вот. И, в общем, про что этот аромат? Вот я смотрю, в нотах заявлен ладан, белые цветы и ваниль. Это вот я, по-моему, на Сбер Мегамаркете как раз-таки взяла эту пирамиду. Для меня это аромат в стиле табака-ваниль от Тома Форда. Либо в стиле Франко Бакле табака. Я здесь явно чувствую такие табачные ноты. Немного такого кальяна. Ладан здесь тоже есть. Но именно не вот такой прям церковный, а именно скорее он здесь такую придает дымность. То есть это вот знаете, что такое вроде бы и табак, и ладан, что такое, в общем, получается такая дымность. И белые цветы здесь заявлены, но скорее для меня они дают какую-то сладость. Именно вот конкретно цветочность я здесь не чувствую. Я вообще не сказала, что здесь цветы. Для меня это очень такой табачно-дымный, немного сладковатый аромат. Вот в духе именно, ну вот, а, за сладость здесь ваниль отвечает. Что, собственно, я думаю, именно, да, вот табачно-дымно-ванильный аромат. Конечно, это не прямо вот аналог Тома Форда, вот прям, да, вот что он так похож. Берите и бегите, да, вот из той серии нет. Направление, настроение, вот это вот вроде бы табачности, дымности и сладости. Для своей цены я считаю, что он вообще отлично звучит. У него неплохая стойкость, он действительно долго держится. Конечно, не будет там километрового шлейфа, но вполне себе. Я считаю, что достойный аромат. А вот следующие два, которые я купила, ну, они не очень подходят, мне кажется, под зимнюю подборку. Я, скорее, наверное, в весенних там ароматах покажу. Но вот этот прям вот, я считаю, для своей цены, даже за полную стоимость, не когда он по акции, и то хорошо сделан. Выглядит тоже, кстати говоря, флакончик, вполне себе прилично. Классный аромат, вот если вы любите такой, и мне кажется, он тоже вполне унесен. Следующие два аромата будут от одного бренда, это бренд Монсера. Кстати говоря, я давно уже планирую сделать видео об ароматах этого бренда, который у меня есть в коллекции. Их достаточно много. Также у меня есть какие-то пробнички от Ливантики. Я все это хочу собрать и показать вам. Такие монобрендовые видео об Монсера и о Монталь. Вот, надеюсь, что в скором времени я это воплощу. Итак, аромат Wild Candy называется. Такой вот у него симпатичный флакончик в леопардовом таком вот стиле. И у меня это еще закручивающаяся крышка. Я его покупала остаток во флаконе. Здесь где-то половинка была, но вот у меня уже осталось где-то четверть. Тоже его, пожалуй, нанесу. Хотя он, в принципе, из флакона. Как и все Монсера, довольно-таки насыщенный. И для меня это аромат довольно-таки сладкий. Называется он Дикая конфета. И, наверное, он, в принципе, соответствует своему названию. Я бы не сказала, что здесь какая-то есть дикость. Но это довольно сладко-фруктово-шоколадный аромат. Но шоколад, опять-таки, не такой, как, например, в Монталь Чоколад Гриде, где прям вот, знаете, такой насыщенный шоколад, как с печеньем. Здесь больше такой сухой шоколад или такой, знаете, полежавший. Может быть, какао. Вот что-то такое. И вот вместе с фруктами, вместе с цветками, с франжипани. Причем, да, здесь вот написано фруктовые ноты. И цветок франжипани, турецкая роза, ваниль, белый мускус, сандал. Соль? Соль нет. Соль не чувствую здесь, если честно. Ну вот, фруктово-шоколадно, немного цветочный аромат. И я знаю, что многие в комментариях пишут, что он похож на Ут Орхи. Также от Монсера. И он у меня тоже есть. Ну, я, честно, вообще сходства особого не вижу. Там прям вообще такая цветочная история вместе с немного вот этими нотами Ута. Ну, там мягкий такой Ут. Здесь просто вот, я говорю, сухой шоколад. Вот как какао такой. Или шоколад, который давно уже полежал как будто бы. И такие вот фруктовые ноты. И немного, прям немного вот цветочности. Ну вот, не знаю. Для меня он и больше зимний из-за своей сладости, из-за такой вот насыщенности. Я не представляю, например, носить его в теплое время года. Он одновременно, да, и вроде бы такой в какой-то степени гурманский. И вроде бы здесь и цветочки есть, и фруктовые ноты. Вот, в общем, все в нем довольно-таки ладненько. Для меня хороший аромат. Поэтому, ну вот из-за того, что у меня нет таких прям супер восторгов, я не стала покупать там 60 миллилитров полных, или тем более 120 вот это вот ведро обошлась. И вот половинкой мне вполне этого будет достаточно. Вот иногда его так вот нанести, он вполне так поднимает настроение. Поэтому рада, что он у меня появился. И была возможность его купить по хорошей цене. Именно вот остаток. И следующий аромат от Монсеру, он довольно-таки популярный. Наверное, больше он имеет известность, чем предыдущий флакончик. Это Instant Crush. Он у меня тоже относительно недавно появился. И здесь уже магнитная крышечка. Здесь у меня 60 миллилитров. Тут уже не прозрачный флакончик. А, нет, он чуть-чуть прозрачный. У него тоже градиент от золотого такого плотного цвета к прозрачному. И, в общем, что могу сказать. Это аромат, ну вот если кратко говорить, на тему Бекара Руш и ему подобных. И я люблю это направление. То есть многие, да, вот у нас два лагеря обычно, кто любит Бекара Руш и кто ее ненавидит. Я вот что-то, наверное, среднее между ними. То есть я не могу сказать, что у меня прям такая любовь, да, к этому аромату. У меня есть там маленький отливантик. И мне, собственно, честно, вот полноразмера не надо. Но я люблю. У меня много ароматов вот на тему. Вдохновленные, да, вот подобные. И меня, собственно, вот они устраивают. Этот один из них, но, конечно же, он с некоторыми нюансами. Здесь также чувствуется вот этот вот дубовый мох. Вот это вот шафран, который дает некую ноту вот йодистости. Вот этих вот, тех самых бинтов каких-то вот медицинских стерильных нот. Меня это совершенно не пугает. Для меня это, наоборот, придает ему какой-то вот интересности, какой-то изюминки. И также здесь есть сладкие ноты. Многие, да, там слышат петушки на палочке, там подгоревшее клубничное варенье, что-то такое. Здесь тоже это все присутствует. Но также я здесь чувствую некоторую цветочность в виде розы. Здесь много ванили. И этот аромат больше мне напоминает даже не Бакара Руш, как таковую, а аромат Рабинстонка от Монталь. Он у меня тоже есть в миниатюрке 20 мл. И это очень сильный аромат. Это, ну вот, сбивающий с ног. Один из самых стойких ароматов вообще в моей коллекции. Он настолько, вот, его много. От него можно устать. И вообще он будет просто идти впереди тебя и сзади тебя на несколько метров. И у меня муж просто ненавидит этот аромат, потому что потом вот реально можно, не знаю, квартиру проветривать целый день. Потому что, ну вот, он очень сильный. Я им редко пользуюсь. Там буквально-таки, знаете, пару пшиков. Вот на мне он очень долго держится. Вот этот аромат на эту же тему, но он более, ну скажем так, нейтральный, более носибельный. И здесь, конечно же, там еще такую роль играет мускус вот Монтальевский, которого там очень много. Там вообще вот аромат, как будто смешали Intense Cafe и Baccaro Rouge. А здесь как будто смешали Rose with Vanille, также от Monsera, которая более мягкая, более такая вот спокойная, умеренная. И Baccaro Rouge, собственно. То есть, вот это аромат вот на эту тему. Если вам нравится Robbins тонко, если вам нравится Intense Cafe, Rose, с ваниль. И вот с капелькой вот этой йодистости каких-то петушков на палочке. Вот, то есть, вот такая вот смесь, казалось бы, гремучая, горючая. Но на самом деле это все очень красиво звучит, немного так по-восточному. В пирамиде здесь, ну, шафран, собственно, тот самый, имбирь. Ну, скорее, он может какую-то пряность передает. Сицилийский мандарин, бергамот. Ну, мне кажется, цитрусов я здесь вообще не слышу. Amberwood, марокканская роза. Ну, вот про розу я сказала. Почули, ваниль, ну, мускус. Ну, он здесь гораздо, конечно, мягче. Он такой прям тут пушистенький такой мускус. И египетский жасмин. Ну, вот для меня, я говорю, если вам нравится роза ваниль, Бакара Руши или Парабиан Стонка, но вы хотите что-то более такое вот спокойное, выбирайте Инстант Краш. И у него, кстати, очень классно. Вообще, почему я решила его купить? У меня был от Левант. Он вообще потрясающе красив. Именно когда он остается, вот эта вот база, у него какая-то, знаете, такая карамельно-жженого какого-то сахара. Такая вот именно сладость такая вот остается с этим пушистым мускусом. Это очень приятно. Вот остаточное явление от него мне очень нравится. Вот они меня покорили, поэтому я решила купить все-таки флакон. Можно было, конечно, купить там 8 миллилитров. У них есть такая ручка или... Ну, вот у них есть прям фирменная миниатюра от Монсера. Но я решила, что выгоднее купить 60 миллилитров. И, наверное, мне на всю жизнь хватит. Раз уж я говорила о жженом сахаре, то покажу прям супер-мега сладкие ароматы. Это, во-первых, Pink Sugar от Aqualina. Это довольно-таки бюджетный аромат. Но я считаю, что он пахнет гораздо дороже своей цены. И здесь, собственно, называется он розовый сахар. И пахнет он... Ой, я даже не буду распылять, потому что он пахнет прямо сладкой ватой. Именно розового цвета такая огромная сладкая вата представляется. Такое облачко розовое. И, собственно, да, вот он в таком стиле, даже немножко барбишном таком выглядит. И, собственно, вот у него и похожее звучание. Жженый сахар, много вот этой вот сладкой ваты. И лакричник, вот лакрица здесь. Вот она немного даже... То есть это настолько сладко, что аж горько. Вот это что-то из этой серии. Он, на самом деле... Здесь даже какие-то лимонные как будто вот леденцы, какие-то лимонные корочки на старте слышатся. Вообще классный аромат. Он безумно долго держится. Но, скорее, знаете, он не то чтобы летящий. Он таким вот прям коконом сидит. Вот так обволакивает вас. Вы вот такая, как ходячая такая сахарная вата просто ходите. Но при этом он очень комплементарный. Ну вот если близко, да, подойти, он нравится там моему ребенку, муженьке. Ммм, как вкусно, сладко пахнет. Вот это все, что о нем можно сказать. Но при этом он не так прост. То есть вот за счет ноты вот этой вот лакричника, вот он все равно немножко вот придает такую вот какую-то вот горчинку интересную. И, конечно, у него особого раскрытия нет. Но при этом он и не совсем такой вот прям плоский. Что вот, знаете, как он нанес, так он и сидит. Но интересный на самом деле аромат. Я считаю, что свою стоимость. Вот 100 миллилитров, по-моему, в порядке 2000 можно купить. Ну, конечно, смотря где. Но я считаю, что очень он классный. И если хотите еще более бюджетную версию, но только в масляном формате, в роликовом вот этом вот, как это, бутылечке продается, есть аромат софт от Али Рехаб. На Вайберис продается. Вот 6 миллилитров где-то 300 рублей стоит. Вот пахнет очень похоже. И тоже там стойкость хорошая. Но там, конечно, вот близко к коже сидит. Вот все вот эти ароматы, которые намазанно наносишь, они вот все в основном близко к коже сидят. И аромат просто, который, наверное, чемпион по всякой сладости там и так далее. И, наверное, во всех подборках стойких, сладких ароматов его часто показывают. И я его решила вот эту зимнюю подборку включить. Потому что, ну вот, это его время просто. Его сезон сейчас. Это, конечно же, Лавея Бель от Ланком. У меня 30 миллилитров. Мне кажется, наверное, это своего рода такая легенда. И, наверное, у любого парфюм-увлеченного человека, к которому я себя отношу, должна быть вот эта вот легенда. Особенно я парфюм-увлеченный именно в таком вот сладком, гурманском направлении парфюмерии. Поэтому это вот своего рода такой, не знаю, флагман просто среди вот этих вот ароматов. Нет, я не буду его наносить, потому что вот так его прекрасно слышно, собственно. А я, когда он только появился, я долго не могла его понять. Вообще, вот почему он так нравится. У меня такая же история была и с Трезор Ля Нуи от Ланком. У меня такая же история была с Ангелом от Мюблер. Например, какой еще аромат похожий принести, который мне казался через чур. А, скандал от Жан-Поль Готье, который казался мне через чур. Просто, господи, как можно вот эту вот душнилу просто носить на себе. Это же умереть и не встать. А потом они мне, собственно, начинали нравиться и появлялись в моей коллекции. И вот я сначала тоже вообще не понимала. Во всем этом, в основном, почему вот эта вот тяжесть, это пачули играет такую роль. Они, пачули, да, бывают разные. Вот здесь, вот ароматы, которые я перечислила, они воспроизведены как шоколадные пачули. Такие очень тяжелые, сладкие, такие вот густые, плотные. В них, на самом деле, ну, может быть сложно и тяжело, поэтому с этими ароматами обязательно нужно соблюдать дозировку. Здесь и жены сахара, вот этот этилмальтол или как-то так, да, он там. И ваниль. Вообще там, на самом деле, большая пирамида. Там, по-моему, и пралине тоже нота. В общем, это очень сладко. И вот много вот этих вот пачули, но это так красиво. Это так парфюмерно сделано хорошо. И вот у ароматов Ланком вообще вот, да, вот своя такая вот какая-то атмосфера, которую они создают. Вот та же, говорю историю, у меня была с Трезор Ля Нуи от того же Ланком, который я вот не сразу полюбила. Но вот эта любовь потом пришла. И это нужно понять и, наверное, дорасти до этих ароматов. И вот их вот прям чуть-чуть. С ними не стоит перебарщивать, иначе вы вместо восхищений заработаете антикомплименты. Потому что, ну, как бы, тут надо вот прям очень аккуратно. Тогда будет красивый, тонкий, сладкий шлейф, который будет за вами тянуться. Он отлично сидит на каких-то теплых вещах. На свитерах и теплых кофтах вязаных, на шубах, мехах. Ну, вот на таких вот тканях, как бы, да. Он материал их, он прям вообще отлично себя проявляет. Это чисто зимняя такая вот история. Я считаю, что аромат этот все-таки, вот, я не люблю разделять по возрастам. Но, как бы, так же, как и Трезор Ля Нуи. Я уже показываю, по-моему, в самых стойких ароматах. Поэтому не стала в эту подборку включать. Конечно же, я тоже им пользуюсь в это время года. Я не вижу его на вот прям совсем молодых девушках. Все-таки для меня это ароматы 30 плюс, как минимум. Ну, вот для меня лично. Хотя, конечно, если хочется, то почему и нет. И последний аромат в моей подборке. Я его тоже уже показывала в распаковке. Вот, как раз-таки, с туфелькой от Каролина Эрера, которая версия Суприм. Также я его тогда заказывала. Это аромат Эвок от Аджмал. Это арабская парфюмерия. Вот такой вот красивый флакон. Мне кажется, он даже какой-то такой новогодний, как елочная игрушка, можно сказать. Такой вот серебристый салиток. Вот он еще. Вот здесь такие вот выемки есть. Интересное исполнение. И, ну, крышечка, правда, пластиковая. Кажется, она тяжеленькая. Нет. Я его, пожалуй, тоже нанесу. Он, как и все ароматы сегодняшней подборки, довольно-таки сладкий. У меня, знаете, здесь просто в комнате сейчас такое, не знаю, сладкое настроение. Практически кондитерское. И, да, и это именно Silver Edition. Тут надо это подчеркнуть, потому что есть, ну, тут понятно по флакону, что это Silver, да, но, по-моему, есть Golden или Gold как-то Edition. Тут надо, да, этот момент учесть. И этот аромат, как я уже и в том видео говорила, для меня он похож, и, собственно, я его и нашла по этому критерию, он похож на аромат Poison Girl от Dior. Я люблю этот аромат, он мне нравится. И поэтому, собственно, по отзывам, с которыми я согласна, я его и тогда заказала. Это действительно аромат, который, вот, тот называется Ядовитая девочка, да, переводится. И вот, наверное, это оправдано название, и для этого в том числе, ну, так как вот у них одно направление. Аромат, вот, в верхних нотах здесь горький апельсин. Ну, я бы сказала, что это, наверное, ну, очень малая его доля здесь. И, скорее, это какие-то, наверное, корочки апельсиновые, и, скорее, они засахаренные, какие-то цукаты апельсиновые. Ваниль, бобы, тонка, сандал. А, и средние ноты, я пропустила розы. Я не согласна вообще с этой пирамидой. Конечно, бобы, тонка, и ваниль здесь передает ту самую сладость. Но здесь не заявлена самая главная нота, которая здесь чувствуется. Это миндаль. Это миндаль сладкий. Это миндаль здесь, он немножко даже цианидный. И вот он здесь явно чувствуется. Не знаю, почему здесь в пирамиде не заявили. Возможно, чтобы не быть прям очень, да, явственно похожими на Poison Girl, как бы, как-то вот скрыть этот момент, но здесь вот явно миндаль. Здесь чувствуется вишневая косточка. Не сама вишня, а именно вот такая вот косточка. Как будто даже ликерность какая, вот даже какой-то алкоголь здесь чувствуется, но именно сладкий тоже. Аромат очень сильный, громкий, яркий, насыщенный. И, ну вот, тоже, конечно же, его только зимой носите, какой-то ветер. Но при этом Poison Girl в этом плане многограннее, сильнее. Еще, наверное, знаете, вот она вот прям, наверное, ядовитее, чем вот этот. Вот часто вот именно аналоги или вот ароматы, да, какие-то вот вдохновленные, похожие. Они более вот спокойные, более сглаженные. Вот этот вот тоже про него можно сказать, что он более такой вот, ну, как будто ядовитую девочку, да, Poison Girl немножечко разбавили. Там есть, вот я знаю Poison Girl именно в ИДП, то есть, да, в плюсмерной концентрации. Есть еще туалетная, но я ее не знаю. Вот может быть это больше на туалетку похоже. То есть это как будто облегченная Poison Girl. Хотя ядовитый здесь тоже присутствует именно из-за вот этого миндаля. Очень такого вот цепкого, такого вот ух, но классный, он классный. И мне кажется, что вот он подойдет в этом плане, когда и молодой девушке, и немножечко постарше. То есть он такой, мне кажется, в какой-то степени даже всевозрастной. И держится он довольно-таки долго. У него и шлейфы, и, ну, он, мне кажется, даже гурманский. Поэтому, ну, только на зиму, на холодное время года, там, позднюю осенью, раннюю весну, ветер. Вообще отлично будет прям вот сидеть. Вот этот шлейф вокруг вас будет прям разноситься. Вот, такие у меня были зимние ароматы. Я надеюсь, что вам было интересно. Большое вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мне будет очень приятно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok